С умилением вспоминаю время советского прошлого. Везде валялись железные конструкции, медь, цинк, да все что угодно. Никому это было не нужно, все это закапывалось. Потом наступило время считать деньги. Сейчас наступило время не только считать деньги, но еще и жить. Гораздо чище, чем мы жили ранее. Потому что опыт западных стран, та чистота и порядок, его тоже надо прививать. Я нигде не видел за рубежом свалок автомобильной резины. Там эта технология, технология утилизации автомобильной резины существует уже достаточно давно. У нас на Южном Урале только здесь, в Магнитогорске, фирма подъемник ее реализовала. Поэтому если вы руководитель предприятия, вы должны понимать, что скоро, очень скоро. И губернатор Челябинской области будет только этому способствовать. К вам может заявиться и экологическая инспекция. И спросит, куда вы утилизируете автомобильную резину и всякие остальные, ну, комплектующие, как-то пластик, ветошь и все остальное. Если вы все это сжигаете, то вам прилетит штраф. Поэтому утилизировать все это надо вместе с фирмой подъемника. Кстати, для населения обыкновенного услуга это абсолютно бесплатно. Сюда привозите свою старую резину и все. Автомобильная резина – трудно утилизируемый продукт. Да мало того, это очень опасная вещь для соседства с вашими продуктовыми запасами. Это я для тех, кто хранит авторезину и часто ненужную в гараже. Ну а самое опасное – это пожар на свалке автомобильной резины. Мало того, что в воздух выделяется катастрофическое количество вредных газов, так вы его сами потушить не сможете. И вам придется оплачивать выезд пожарных. А затем уже оплачивать очень большой экологический штраф, который вам обязательно нарисует создаваемая на Южном Урале служба по экологическому надзору. Нам ведь не только в интернете руками хакеров надо формировать приятный образ чистой Челябинской области, но и на деле. По законодательству Российской Федерации, значит, все предприятия, частные предприятия, они обязаны, если они используют резино-технические изделия, они обязаны по износу этих резино-технических изделий, обязаны ее утилизировать. Ну, этот процесс в сознании пока людей, руководителю, он идет тяжеловато. В нашем городе, я бы сказал бы, что это немного предприятий, которые добросовестно сдают резину. Я бы отметил, конечно, комбинат, да, он у нас в этом году практически 100 тонн сдал утилизированной резины. Автобан тоже где-то порядка 50-60 тонн сдал резины. Ну, и магнитострой там сдавал немного, монтажник, ну и так раз-два и обчелся. В принципе, вот это самые крупные подразделения, которые сдают резину регулярно, постоянно. Ну, а другие предприятия, конечно, халтурят. Иногда некоторые руководители приезжают и говорят, дай мне справку, я тебе заплачу деньги. И говорят, ты привези резину, но она же у тебя все равно валяется. Да вот ее собирать, то есть, ну, человеческие факторы, это опять же сознание человеческое, оно, конечно, у нас не на высшем уровне. Что, скажем, в других каких-то зарубежных странах. Вот, поэтому хотелось бы обратить внимание, значит, если это физическое лицо, да лучше пусть он ее привезет, я у него забесплатно просто заберу эту резину. Те же самые шиномонтажки. Но зато эти коляски не будут валяться, и наш город, конечно, будет чище. Вот, ну, все-таки за утилизацию нужно платить. Потому что мы несем здесь определенные расходы за утилизацию. Это зарплата, это электроэнергия, это аренда и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому нужно платить. За чистоту? За чистоту, за чистоту нужно платить, да. В утилизацию берется здесь любая резина. Разницы в диаметрах нет. То есть, все, что валяется в том гараже, на том складе или в том углу, должно быть утилизировано. И даже если этот сюжет не видит руководитель производства, то, уважаемые мной водители, механики и слесаря, доведите до него эти сведения. Кстати уж, сделайте отхожее место и для горючих отходов. Здесь также утилизируют и ветошь, и промасленные спецовки. Культура производства. Вот чего нам не хватает. Чистые рабочие, прибранная территория, и это тоже слагаемые спокойствия в наше неспокойное время. Да, как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно, давайте жить чисто. Давайте понимать, что любое производство, оно невозможно без загрязнения окружающей среды. Даже если это транспортная компания, при этом, господа автомобилисты, вы в большом количестве расходуете автомобильную резину. Выкидывать ее не надо. Все-таки вы в какой стране живете? Я понимаю, что можно ненавидеть это государство, но надо любить родину. Я очень родину люблю, но ненавижу государство. А в родине, извините, какать себе на голову, но не принято. Поэтому ваша автомобильная резина должна быть должным образом утилизирована. Здесь, в фирме подъемник.